Здравствуйте! С вами Ольга Воронова и это канал Сад Мечты. Сегодня сажаю картофель, ведь даже ранний картофель раньше созреет, если его раньше посадить. При посадке ориентируйтесь на погоду. Если в вашей местности у берез уже есть маленький листочек, можно сажать. Это всего-навсего значит, что земля прогрелась до нужной для картофеля температуры. Ну, конечно, если вдруг залетный заморозок, в этот день не сажайте. Ну, а дальше у картофеля свои секреты. И совершенно не обязательно иметь картофельную делянку, чтобы его много выращивать. Очень многие садоводы почему-то считают, что нужно иметь поле хотя бы небольшое или какую-то там делянку. Вот, только тогда можно выращивать картошку. А так, если участок маленький, огородик небольшой, ну где там делянка? А я вам скажу, самые урожайные картофели, вот хотите в два раза больше урожай, чем на делянке, сажайте на грядке. Грядки теплее, земля в них более рыхлая, лучше. Там не заведется колорадский жук, по крайней мере, лет пять, потому что там не было этих культур. И там не будет проволочника. И поэтому любая небольшая грядка, да в сравнении с делянкой, с каждого куста, вы в два раза больше соберете урожай. Вот где надо сажать. А если и грядки у вас нет, или, ну, планы есть на эти грядки, и, собственно, места для картошки там нет, то я вам такое место покажу в конце, оно у вас точно есть, там урожай еще больше будет. Но у картофеля тоже свои требования есть. Мы же хотим какой? Не только ранний, но очень вкусный, урожайный. А тут большое значение имеют подкормки. Вот раньше под картофель всегда клали навоз, но универсальность это средство давно утратила. Потому что картофель картофелю рознь, да и навоз сейчас хороший, тот, который был раньше, такого сейчас вы навряд ли достанете. И, в общем-то, урожайность зависит от подкормок. Если не подкармливать картофель, ну, ничего у вас будет, ну, мало, и он маленький будет. Скажем так, культура особенно зависимая от подкормок. Потому что это у них клубни, это образование на корнях. Это, скажем так, не ягоды и не что-то там другое. Прям вот очень сильно зависит от подкормок. Поэтому, даже хоть и навоз, но раньше в невудобренную землю картофель не высаживали. И тут нужно подобрать удобрение. В ту же горятку надо что-то внести. А для того, чтобы что-то внести, подумаем, что у нас будет улучшать почву. Ведь картофель возможен вкусный, хороший, тот, который будет разваиваться и долго храниться, только в той почве, где очень активна почвенная микробиота. Навоз, он ведь раньше тоже ее культивировал. Не сам по себе даже был он хорош, а тем, что он тоже в какой-то мере делал почву. Так вот и нам надо что-то такое же, но лучше. И я знаю, что. Итак, три кита для экологически чистого, вкусного, лёжкого картофеля. Во-первых, нужно питать почву, а не растения. Нужно питать микроорганизмы, которые содержатся в огромном количестве почвы. Вот уж продукты жизнедеятельности этих микроорганизмов, они-то на самом деле и являются самым лучшим органическим и безопасным питанием для нашего картофеля. Ну и затем, ведь если мы будем такое удобрение, которое питает микроорганизмы, повторять каждый год, то у нас сформируется микробиом, и почва будет с каждым годом становиться все лучше и лучше. А как следствие правильного питания, растение, картофель, у нас растение будет оздоровливаться и будет формировать устойчивый иммунитет к различным заболеваниям. Ну, картофель будет полезным и меньше поражаться фитофторой или фитофторой. Не знаю, как правильно тут ставить ударение, но самое главное, что у нас будет здоровый, вкусный лёжкий картофель. Всё идёт через микробиом, иначе не получается, потому что любое растение, и картофель в том числе, это не механизм. Можно сажать картофель прямо на грядке, это даже удобнее, тут не надо делать никаких ворост, надо делать просто лунки, и увидите, какой у меня будет урожай. Картофель у меня, естественно, пророщенный, я его ещё в апреле дома выкладывала на этажерку для проращивания. А удобрение, вот это, посмотрите, есть специальное удобрение для картофеля, натуральное, органическое, от компании Organic Mix. Это то самое, о чём я говорила, которое решает три проблемы, три основы оно создаёт. И это именно вот это удобрение будет питать и делать почву. А, соответственно, у нас получится и супер картофель. Итак, что я делаю? Просто лунки и просто туда добавляю это удобрение. А затем сажаю картофель. Это просто. Для каждой картофелины отдельную лунку. Каждую лунку удобрение картофельное нужно 40 грамм, если в лунку. Если у вас всё-таки делянка, то тогда под перекопку рассыпайте. Дозировка для каждого случая своя. Но на лунку мне надо 40 грамм. 40 грамм это две вот как раз мерных ложечки. Она у них 20 грамм. Засыпаю в каждую лунку, посмотрите. Подмешиваю с грунтом. Немножко, естественно, перемешиваю. Беру картофелинку, кладу и засыпаю. Ну, так делаю небольшой как бы холмик. Ну, вот так вот. Всё. Картошка, можно сказать, посажена. И так делаю с каждым клубеньком. Кстати, сейчас, приобретая удобрение для картофеля в интернет-магазине Organic Mix, вы получите скидку 30%. Так что сейчас это особенно выгодно. Тем более, что сейчас посадочный сезон картофеля. Но я вам ещё обещала показать такое место, если нету места на огороде, такое место для посадки картофеля, где он получится лучше даже, чем в огороде. И я готова показать. Да вот оно, это место. И таких мест, я думаю, у вас в саду достаточно много. Вы догадались, о чём это я. Это любой цветник, любая декоративная композиция, клумба, да всё, что угодно. Берёте цветник и отдельные картошины высаживаете в цветник. Там три, там четыре, там пять. А глядишь, и много наберётся. Точно так же удобрение для картофеля мы сюда кладём. Мы сюда кладём. Точно так же мы его. Так, и вот картошинку нашу в цветник и засыпаем, тоже так, с холмиком. Между прочим, раньше картофель, когда он только возник, он считался цветком, причём красивым. Его выращивали, насколько я знаю, в королевских клумбах, ну, в общем, таких, очень таких парадных клумбах. Он вообще-то считался декоративным растением. И правда, у меня вот синеглазка, а ещё и с дива. То есть у меня будут синие и фиолетовые цветы. А чем не цветок? Разбавить цветник. А какой будет урожай? Здесь точно, поскольку цветы и кусты, точно не будет никакого колорадского жука. 100% не будет проволочника. И здесь в жизни никогда не выращивался картофель. Поэтому вот такой будет. Хотите ранний картофель? Самое время его посадить. И обязательно нужно подкормить. Внесите сразу же специальное удобрение для картофеля. Потом в процессе роста вы, конечно, будете удобрять ещё. Но вот это очень важно. Потому что начало, старт, он, как говорится, везде старт. От него многое зависит. Ну и вот, совершенно не обязательно в наше время сажать на каких-то полях, когда можно распределить картофель по всему саду. И будете с урожаем. А сейчас я прощаюсь с вами. С вами была Ольга Воронова и канал Сад Мечты. Подписывайтесь на мой канал и задавайте мне вопросы.